Ваня Ивановна, представитель СКПЕ, Конституция Соединения, несет ли ваше окружение, Какой ты политический окрас и какие позиции изнаносят ли ваше окружение? Политический окрас? Конечно. Моя душа болит за русский народ, за Россию, за всех тех, кто живет в коренном народе. Я русский, но знаете, для меня никогда не было важно, кто человек по национальности. Мы всегда воспитывались уважать человека по его делам. Это всегда было. В русском народе всегда было. И думают будет. Правильно? Поэтому именно для меня, именно в этом плане, если выступают социальные паразиты, то, естественно, политический окрас. Правильно? Конечно, политический окрас. Только не в том ракурсе, который они... Потому что все эти политические партии, которые существуют, это игры социальных паразитов, чтобы дурить надо. Вот и все. Потому что они между собой дерутся, становится видимость того, что что-то делается. На самом деле, они делают тогда то же самое. Я наблюдаю от этого в США хорошо, он 15 лет видел это. Все это просто драка за кормушку социальных паразитов. Страшный дурительный от народа, как сказать. Да, конечно. Поэтому, поймите следующее, что это политическое, но в том понимании, как это называется, политическое, нет, конечно. Это не политическое, а это действительно движение, российское движение возрождения нации. Я считаю, по крайней мере, я пытаюсь что-то сделать, я надеюсь, не получится, но, чтобы не проплошено из этого, мне будет чиста совесть, что я пытался сделать все, что я мог. Может быть, не самый лучший вариант, но, по крайней мере, то, что мог. Поэтому я считаю, если каждый человек будет делать максимально то, что он может на данном моменте, тогда его свойств будет чиста, и тогда он может действительно, по крайней мере, не стыдиться самому себя. Вот я такой придерживаю позиции. Поэтому, я бы сказал, это надполитическая система. Потому что политические партии всегда создавались, чтобы разделять. То, что мы пытаемся создать с вами, это наоборот, чтобы объединить то, что было разрушено. Знаете, помните, разделяем власть. В политические партии разделяют и властвуют. Потому что они переливают из пустой порожья и ничего не делают. А тем самым, люди разъединены, и люди идут то за одними, то за другими. Тем самым, они никогда не могут действительно объединиться в одно целое, чтобы действительно сделать что-то стоящее. Поэтому, с моей точки зрения, вот это, что мы пытаемся создать, это не политическое, это надполитическое. Я бы так думал. Но, знаете, я могу сказать следующее, в чем-то говорил право насчет пассионалов. Но, опять-таки, я считаю, что многие его идеи работают на социальных пороситах. Потому что он кое-что не понял и заметил неприявление, находящееся в своем родном явлении. Но интерпретируют неправильно. Потому что по его понятию, а вот нация молодая, вот она доходит, возрождается, доходит на свой эпогей, и потом неизбежно закатывается вниз. То есть, что-то, типа, 2000 лет, максимум, что все, каждая империя выходит на тот... Извините, к примеру, на тех землях, которые сейчас существуют, допустим, Славяно-Райская империя просуществовала почти 10000 лет. И только была уничтожена врагами в 1775 году. Извините, это 2000 лет? Это в один день, и к тому же... А, в принципе, существовало 600 тысяч лет, да? Но уже не на тех землях, понимаете? Просто тот контент уже не существует. Он сейчас с нового океана. Поймите, Александр Ильич, поэтому здесь важно именно понять то, что пассионарность неправильна. Понимаете, есть потенциал, да, есть люди, имеющие потенциал, для того, чтобы сделать что-то, есть люди, у которых меньше потенциал, есть люди, у которых его нет. Есть всегда лидеры, есть ведомые. И не потому что кто-то плохой, потому что все бы были лидерами, это было, конечно, ад, кроме что-то, правильно? Потому что, действительно, зачем всем делать одно и то же дело? Каждый человек может делать то дело, которое может лучше всего, независимо от того, какое это дело. Понимаете, ну, странно, вот мне приходилось бесчерки объяснять. Я говорю, ну, в моей жизни мне приходилось делать разные вещи, и руками, и кирпичи класть, и столярными делами заниматься, много чего-то, ну, много, ну, и косеньки, и грядки, и так далее. Так вот, я могу сказать следующее. Я, допустим, любое дело, которое я делал, я старался делать радость, то есть я вкладывал свою душу. И, конечно, получается, пускай был бог. Когда мальчишка делал табуретки, естественно, они были шедевром. Естественно, понимаете? Но в тот момент, когда я сделал, для меня это было шедевром, потому что я сделал максимально то, что я мог. Я всегда говорю человеку, не нужно смотреть, что совсем делать, и ничего там не делать, а только завидовать. Знаете? А вот почему не я? Ничего не делать, понимаете? Так нужно отпускать, конечно, делать то, что он может делать. Действительно, получать радость от собственного творения. И пускай это творение хуже, чем кто-то другой, важно свое восприятие, что важен человек не то, чтобы взять, конечно, стремление к лучшему всегда должно быть, то есть взять, ну, что если человек сделал лучшее, максимально, что он может делать в данный момент, это его творение, это его победа. Он победил саму себя. Самое главное для человека победить себя, заставить себя выложиться максимально. А что это будет? Это не имеет значения. Любой человек, который выложил себя полностью, он победитель, он творец. Не зависит от того, что это табуретка. Пускай он бог, понимаете? Но многие не хотят. Не хотят табуретки делать. Все сразу хотят планеты выращивать. Правильно? Пожалуйста. Но для того, чтобы сначала поворачивать планеты, можно сначала научиться вкладываться и радоваться, сделать табуретки. В другом пути нет. Смотрите, извините. Поэтому, вот то же, что били всем в голову, это зависть, что у соседа, это, к сожалению, оружие, тоже социальное оружие, очень плохо. Если человек не украл, не обманул, не сделал каких-то подлостей, что-то создал, достичь чего, нужно радоваться за этого человека. Не завидно. Что бы тебе сказал? Помните, в одном анекдоте на советские времена, на военно-грузинской дороге, аварии, три машины в аварии. В те времена, сейчас это вспоминалось, в те времена, кто помнит было, грузин ехал на Волге, разбился, армянин ехал на Жигури, разбился, русский на Запорожце. Слышали? Ну, это не слышали. Да, да, да. Месяц такой, Волг как-то. Да, да. Так вот, грузин вышел, вай, 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 целый месяц работать надо, на Волге, на Волге. Армянин вышел, вай, 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 три месяца пахать надо. Грузин сказал, вот возьми, всю жизнь пахал. Тебе повернулся, дорогой, зачем такую дорогую машину покупал? Помните его, да? Так вот, важно не такое что, а действительно то, что ты достиг сам. Пускай это, вот это вот, то, что нам вбиваешь, что смотри на соседа, и вот, зависть, вот эти все качества, отрицательные эмоции, они разъедают и нарушают то, что человек рождается чистым в большинство случаев, когда сущность, не я вот, так сказать, с тем, отрицательным. Человек рождается чистым, у него всего этого нет. Вспомните свои детские годы, у вас не было ни зависти, ничего. Кстати, у кого-то есть в детстве, были зависти. Зависть, когда появился, а, у тебя есть игрушка, у меня нет, то, если кто сказал. Правильно? А в детстве у себя были чистыми, правильно? Так почему, как бы, чистоту-то теряли? Мне нужно быть наивными бураками, да, но это не значит, что нужно быть нечистым в душе. Так вот, вот это я хочу сказать, что это действительно самое важное, смотрите, именно каждый человек должен уважать сам себя, в первую очередь. Сам себя. Потому что никто не может уважать другого, если человек не уважает сам себя. Это мое понятие. Можете, я ошибаюсь, в моем мнении такое, многие из вас согласен с этим. Поэтому, я хочу сказать, можно делать так, чтобы можно было уважать самого себя. Тогда мы будем уважать других, и тогда это, и тогда это. Вот и все.